Всем привет, друзья! Мы продолжаем нашу рубрику уроков, где я отвечаю на ваши вопросы касательно различных аспектов английского. Итак, сразу же приступаем к вопросам. Когда говорим, где мы работаем, в каких случаях используем предлог for, а в каких at? Основное правило, если мы хотим сказать, что мы работаем на какого-то определенного работодателя, это человек или компания, мы используем предлог for. I work for a big law company. Я работаю на крупную юридическую компанию. I work for myself. Я работаю на себя. I work for General Motors. Я работаю на General Motors. I work for Mr. Johnson. Я работаю на мистера Джонсона. Также предлог for используется, например, указываем, с какой целью мы работаем. I work for a better future. Я работаю для лучшего будущего. И такой контекст. I work for 8 hours a day. Я работаю 8 часов в день. В свою очередь предлог at используется, если мы имеем в виду, подразумеваем определенную локацию, место, где мы работаем. I work at the office. Я работаю в офисе. I work at the hospital as a nurse. Я работаю в госпитале в качестве медсестры, медсестрой. I work at the airport. Я работаю в аэропорту. При этом часто одну и ту же фразу мы можем сказать с предлогом at и for в зависимости от того, что мы подразумеваем. Давайте возьмем такой пример. I work at McDonald's around the corner. Я работаю в Макдональдсе, который находится за углом. Здесь основной акцент на локации, на физическом месторасположении, там, где мы работаем. И, например, мы можем сказать I work for McDonald's. Я работаю на Макдональдс. Эта компания является моим работодателем. Такой вопрос. Разница между выражениями to be to blame и to be blamed. To be to blame, как правило, затем следует for, за что-то. Эта фраза имеет значение. Быть ответственным за что-то, нести ответственность, быть виноватым в чем-то, что произошло. То есть, какой-то конкретный человек несет ответственность, он виноват в том, что произошло. Он это сделал. I am to blame. Значение я это сделал. Меня в этом нужно винить. Это моя ответственность за то, что произошло. He is to blame for the mistake. Он виноват в этой ошибке. Эта ошибка – его ответственность. Выражение to be to blame for имеет более официальный, формальный характер. Тогда как в разговорной повседневной речи носители часто используют It is someone's fault. Давайте посмотрим. I am to blame. Более формальный вариант. И разговорный. This is my fault. He is to blame for the mistake. The mistake is his fault. He is responsible for the mistake. Теперь рассмотрим to be blamed. Смысл этой фразы в том, вне зависимости от того, что сделал человек или не сделал это, то, что произошло. На него возложат вину за это. То есть, его будут считать ответственным. Итак, давайте сравним. He is to blame for the mistake. В данном случае ошибка – это его вина, это его ответственность. И второе выражение. He is to be blamed for the mistake. На него возложат вину или ответственность за эту ошибку, вне зависимости от того, сделал он это или нет. Следующий вопрос. Есть две фразы. It became for me a real life challenge. Или нужно сказать так. It became a challenge for me. Давайте разберемся. В данном случае It became – это у нас подлежащее, сказуемое. И дальше идёт прямое дополнение и косвенное дополнение. Прямое – a challenge. То есть, непосредственно предмет, на который направлено действие. Дальше косвенное дополнение, которое, как правило, всегда обозначает, для кого сделано что-то. То есть, косвенное дополнение, как правило, обозначает человека. У нас есть два дополнения. Таким образом, у нас есть два дополнения. Прямое – a challenge и косвенное – for me. Существует правило, если косвенное дополнение идёт с предлогом, как в данном случае – for me, то тогда прямое дополнение всегда стоит после глагола. Таким образом, вариант It became a challenge for me является правильным. Хочу обратить ваше внимание, тем не менее, существуют различные драматические эмоциональные моменты, в которых часто правила грамматики игнорируются. В подобных ситуациях, если вы скажете, например, It became for me a real life challenge, я думаю, что это будет корректным. Следующий вопрос касается произношения слова «одежда». Есть два варианта произношения этого слова. Первый, скажем так, более классический – clothes. Второй вариант, более упрощённый – это особенно касается американского английского – clothes. Так же, как в слове «закрывать». Закройте дверь. Следующий хороший вопрос о применении предлога «on» и «about». Например, «a resolution on» или «about something». Основное правило. Если речь идёт о более общих, неспецифических, обычных вещах или о более неформальных вещах, то используется предлог «about». Если же фокус на более серьёзной, специфической, детальной информации, возможно, предназначенной для специалистов, то используется предлог «on». Давайте сравним. «A book for children about Africa» – «книга для детей об Африке». И «a textbook on African history» – «учебник по истории Африки». «A conversation about money» – «разговор о деньгах». «A lecture on economics» – «лекция по экономике». Следующий вопрос. Есть ли разница между фразами «in a rush» и «in a hurry». Давайте разбираться. Обе эти фразы имеют значение, что вам нужно поспешить. Будем отталкиваться от значения глаголов «hurry» и «rush». Итак, глагол «hurry». Нам нужно сделать что-то быстрее, чем обычно. Или быстро куда-то пойти, быстро куда-то поехать. Потому что у нас время на исходе. Мало времени, опаздываем. В свою очередь, глагол «rush» имеет более специфический оттенок. Порыв, бросок, очень быстрое движение, стремительное движение. «Rush» используется в контексте, если мы хотим сказать, что нам нужно оказаться где-то очень-очень быстро. Второй случай, если мы делаем что-то очень быстро, в спешке и не особенно беспокоимся о качестве результата, поскольку у нас очень мало времени. Например, «Я поспешил в аэропорт». «Мы кинулись, бросились, выскочили на улицу, чтобы посмотреть, что происходит». Эти же оттенки, соответственно, сохраняются и в выражениях. «In a hurry, in a rush». Последний на сегодня вопрос. Как сказать «обязательно»? Например, «Я приду обязательно». Эту фразу можно обыграть различными вариантами. В зависимости от контекста, от ситуации, от стиля речи говорящего. Мы рассмотрим самые буквальные, непосредственные соответствия этой фразе. При этом носители языка в такой ситуации могут говорить Вместо фразы На сегодня это все вопросы. Напишите в комментариях, были ли понятны мои объяснения. Также пишите новые вопросы. Не забывайте ставить лайк, если видео вам понравилось. Если вы впервые на канале, подписывайтесь. И делитесь этим уроком, если считаете, что он будет полезным и для других людей, тех, кто изучает английский язык. А сейчас, пока-пока, буду рада видеть вас в следующих уроках.